Друзья, хочу вам рассказать о том, как работает автоматическая коробка передач на автомобиле KIO Rio X. Если у вас установлена не механика, то это шестиступенчатый типтроник. То есть автоматическая коробка передач, позволяющая, когда вам это нужно, самостоятельно переключать передачи. Слово типтроник само по себе именно рицательное, но сродни тому, как мы подгузники называем памперсами. Поскольку такая коробка передач на рубеже 90-х годов прошлого века была изобретена для компании Porsche. И с тех пор автовладельцы, которые ездят на коробке передач подобного типа, нарицательно называют ее типтроником. Как же она работает? Прямо во время движения, если вам это необходимо, вы можете перевести рычаг переключения передач с положения D в так называемый селектор. Подвинуть его к себе налево. На панели приборов вместо буковки D появится цифра. Она означает ту передачу, на которую вы сейчас двигаетесь. С этого момента вы можете переключать передачи самостоятельно. Вверх будете переключать только вы, то есть с 3 на 4, с 4 на 5 и так далее. Вниз, если вдруг вы забудете, например, будете останавливаться на светофоре, то бортовой компьютер сделает это за вас. Вот, посмотрите, мы сейчас движемся на третьей передаче. Я могу сам снизить до второй. Раз, вот вторая. В этот момент прибавляются обороты. Автомобиль получает, ну как бы, дополнительный импульс. И в таком случае я могу легко обогнать впереди идущий транспорт. В принципе, Типтроник для этого и нужен. Как правило, три основные причины, когда вы этим пользуетесь. То есть для придания машине ускорения, например, для обгона, особенно если вы выезжаете на встречку. То есть нужно очень быстро кого-то обогнать и снова занять свой ряд. Также Типтроник используется для преодоления затяжных подъемов. Когда вам недостаточно оборотов, которые, ну как бы, предполагает автомобиль. То есть вы едете в горку, например, с грузом или даже прицеп за собой тянете. А он едет там на четвертой передаче и оборотов очень мало. То есть вы чувствуете, как автомобиль напрягается. В этом случае вы можете поменять передачу, то есть перевести рычаг переключения передач в селектор и поменять передачу на предыдущую. Соответственно, обороты повысятся и автомобиль более уверенно будет двигаться в горку. Также Типтроник используется для преодоления затяжных спусков. Например, вы находитесь на горном серпантине и машина постоянно двигается вниз и вам приходится придерживать педаль тормоза. Вот чтобы этого не делать, вы также можете, например, с четвертой переключиться на третью или даже на вторую и спокойно спускаться на передаче. Вот для этого служит автоматическая коробка передач типа Типтроник. Конечно же, есть и другие причины, но вот те, которые я назвал, это обгон, затяжной подъем, затяжной спуск, это основные. Когда вы уже воспользовались Типтроником, вы снова можете прямо во время движения переключиться обратно на положение D, Drive. Индикация появится на панели приборов и вы снова находитесь в режиме, когда автомобиль, то есть портовой компьютер автомобиля, решает за вас, на какой передаче нужно двигаться. Как только вам опять нужен Типтроник, опять переключаетесь, видите, двигаюсь на третью передачу, могу переключиться на вторую, могу даже на первую, но не буду, потому что обороты сразу будут 4000. Мы двигаемся достаточно быстро для первой передачи, но могу переключиться на третью, могу переключиться даже на четвертую. Обороты вообще, видите, упали до 1000, в этом случае автомобиль совершенно нерезвый, и чтобы разогнаться вот на этой передаче, вот на такой скорости, автомобилю потребуются большие усилия. Давайте снова на третью, видите, он сам переключился, и давайте до второй снизимся. Все, и снова переведем рычаг переключения передач в Drive. Вот так, друзья, надеюсь, я прояснил ситуацию для тех, кто не знал, как работает эта коробка, и теперь вы можете легко ей пользоваться, никакого вреда автомобилю вы вот пользованием, да, этим селектором, Типтроником никогда не нанесете. Спасибо за внимание, ни гвоздя, ни жезла, удачи, подписывайтесь на канал, и всего доброго!